привет смотри вы на канале панга джин и сегодня у нас очередная душесчипательная история про иммигрантку которая сильно хотела попасть в японию которая выжила при землетрясении и даже при коронавирусе даже выжила не переключаемся смотрим много интересных подробностей и так вот наша все же иммигрантка но она такая свежая как я папа римский но не в том плане нет она просто же так сама давно эмигрировала в японию но сейчас мы с вами поделиться со мной тоже своей истории так что погнали привет всем меня зовут они многие в россии меня знают как зира эль по творческому псевдониму а вот теперь знаешь хорошо вопрос давай ну изрядный мой любимый всем вопрос почему япония потому что уже сейчас я хочу жить в цивилизованной стране к сожалению в россии сейчас это не очень получается несмотря на то что есть молодые люди которые борются активно за то что россия стала бы цивилизованной страной но я не хочу тратить свое время я хочу жить уже сейчас цивилизованной стране понятно так хорошо ну и давай начнем как ты начал свой путь в японию чего нет японии именно в чем там не америка там канаду почему япония не знаю это какая-то романтическая любовь с детства когда я смотрела всякие самурайские фильмы 2 боже какие они классные самурай я хочу также научиться махать катаной и все такое прочие кимоножки это так бывшему кимоножки все такое красивое и какая-то романтическая привязанность честно честно говоря и однажды я просто сказал все ребят я еду через год буду в японии праздновать новый год как я это собиралась сделать понятия не имею но долго ли коротко действительно следующий новый год я праздновал в японии не хотела ехать никогда в японию как турист мне казалось это слишком ну как все обычно что-то накопил деньги поехал как турист не хотелось поехать или по учебе или по работе связанной с танцами либо с боевыми искусствами либо ну в общем в общем что-то такое либо по учебе по танцам и первый раз я поехала как и второй я поехала именно связанные с хореографией стрип клуб не не стрип просто клуб ну ну и где-то танцевала в театре нет я танцевала в клубе кстати чтобы ты знал иностранкам стрип запрещено уже много лет танцевать в японии я знаю ну все танцуют ну не и не видела иностранных я вела только япония барменом проработал на рапунге ну протоколе я не буду завалить ну ладно дальше хорошо ты вышла на подиум в бикини и там все остальное я понимаю что не в больном костюме им это у нас было пятеро человек то есть мы поехали танцевать в кому вот у нас было пятеро трое у нас танцевали шоу балет и у каждой был сольный номер у всех были абсолютно разные номера для меня это было честно говоря достаточно простая работа потому что я привыкла танцевать в россии в народном коллективе то есть у нас концерт это два часа где 20 номеров и 10 из них ты танцуешь быстро переодеваешься и в конце дня у тебя просто язык на плече это была реальная работа а здесь три выхода за вечер что за танцы народный разные у нас были восточные танцы у нас были шоу танцы сольные у всех были свои какие-то разные то есть у кого-то возле шеста у кого-то на шесте у нас была одна девочка которая спорт спортсменка у него была акробатический пилон это было конечно вау отчете оплатили там платили 600 долларов за метавка до 600 долларов плюс это немного это ну это вообще по японии это конечно копейки естественно но для россии тогда тем более что в тот период я приехала в декабре когда было доллар 35 а в январе он уже стал 70 то есть это было неплохо плюс 300 долларов нам выдавали на еду каждый месяц дополнительно дополнительно да и плюс у нас еще были чаевые которые нам оставляли гости то есть мы после каждого шоу выходили на акшу то есть на приветствие мы здоровались за руки с каждым гостям и не нам оставляли ну кто хотел на какие-то чаевые то есть кто деньгами то какими-то тикетами которые нам обменивали на деньги то есть в принципе получалось среднем где-то полторы тысячи долларов месяц японцы сами в клубе там садились за столик вообще нам нельзя сидеть сидеть за столами потому что иностранки но у нас был маленький клуб и не очень богатый и нас в конце если кто-то из гостей хотел с нами просто пообщаться нас садили через стол то есть девочки которые там работали именно хостес они естественно сидели с гостями непосредственно за столом нас садили через стол мы просто общались хотя тоже давали как бы типа консумация была то есть за напитки нам какой-то процент отчисляли ну это процент не составлял не очень большой честно говоря интим предлагали нет ни разу это строго японцы обычно сразу предлагают ну ладно хорошо это же был не токио наверное не знаю то есть вообще моя цель была остаться в японии в принципе и жить ну и она не поменялась первый раз я была в городе кумамото но так получилось что мне естественно нужно было вернуться обратно потому что рабочая виза не позволяла вообще оставаться как-либо в японии 2 2 визы ты получала по танцам правильно да и вот третий раз третий раз теперь я уже второй раз был миадзаки третий раз теперь уже токио и уже языковая школа то есть сашки и нашла я нашла искала через интернет то есть никаким посредниками не обращалась искала через интернет была сложность тем что мне многие школы просто отказывали из-за того что мои предыдущие визы были интертейнер то есть артист они сразу ли ой так много отказа с этой визы мы даже за вас браться не будем но благо мне посоветовали одну школу которые были прецеденты что уже учились ребята с такими визами в прошлом я сразу же написала им благо у них все оказался русскоговорящий сотрудник что еще облегчило коммуникацию в разы и все и с ними связалась они начали мне делать визу то есть не отказали ничего и все я приехал учиться именно в эту школу какие трудности ты считаешь поступлении и самой учебы в школе трудности при поступлении в принципе нет никаких то есть сколько стоимость обучения в год в год 800 тысяч иен это сколько долларов где-то 80 долларов до 8000 долларов но я платила сиденья то практически я начался там 11 ну да чуть побольше я платила за полгода поэтому чем чем больше период и плачешь тем дешевле тебе выходит я платила за полгода то есть вышло 450 это только учеба учебники и всякие там взносы на то есть без без проживания но самое важное ребят тем кто собирается ехать в японию учиться запомните эта система невероятно быстрая и не адаптирована для иностранцев особенно европейцев никак вообще то есть система она построена так что тебе просто выдают информацию причем достаточно быстро течение недели много нового материала много канди много грамматики много слов и усвоил ты не усвоил это вообще твои проблемы то есть когда у меня не было работы я училась в школе три часа я училась дома 45 часов и тогда я еще более-менее успевала с этим материалом запоминать что-то откладываться в голове успевала но как только не стало времени на учебу дома стоит продолжительную эффект уже нулевой практически не успевает откладываться я спрашивала в школе а если у вас классы медленно медленного спокойного обучения на чтобы на результат именно чтобы ты запомнил пошли дальше аккуратненько нет нашей школе есть классы более ускоренного обучения но замедленного нет поэтому если вы не такой человек который прочитал и сразу же запомнил то готовьтесь что вам придется дома гомбатить и тратить много времени на учебу что не включить такое слово гомбаты это стараться значит про жилье я по наивности вы когда у меня стал вопрос что надо где-то жить в японии до пока буду учиться я по наивности выбрал ну что там общага же самое дешевое что что может быть еще дает дешевле чем какой-то homestay или так далее общагу не особо как-то всмотрелась в эти документы которые не прислали еще на английском к сожалению и оказалось что ребят и не 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 берите общение общежите никогда я переплатила в два раза то есть я думаю что я оплатила все полгода за 370 тысяч я оплатила полгода проживания оказалось только три месяца ребят то есть среднем в месяц я платила больше 100 тысяч но самое важное что мои общежития не в шаговой доступности от школы это была сайтама то да город туда то есть это полчаса на электричке совершенно не близко плюс еще трата времени трата денег на проездной сейчас я живу homestay до этого я жила недалеко от школы в шеохаусе и это стоило в месяц 60 с небольшим 1000 йен то есть это в два раза меньше чем я платила вдалеке в общежитии расскажи про что тебя именно не устраивает там где я жила 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 помимо того что это не надо ехать и тратить деньги время сам само общежитие классная то есть новая чистенькая большая светлая комната претензий нет но есть некоторые правила общежития которые устраивали вообще мне кажется никого не устраивали из студентов то есть нельзя приводить к себе гостей в комнату да если к тебе пришел гость то он должен в 6 вечера уже уйти сидеть с ним можно только в лаунж зоне даже нельзя в столовой посидеть которая через один метр то там после 12 это не может сидеть на первом этаже это должен сидеть у себя в комнате хотя там не ловит вай-фай такие всякие странные правила пытки найти работу есть я уже работаю то есть на арбайта подрабатываю искала я работа уже после приезда в японию искала в комбине хотела работать фэмили март вот кстати мой любимый комбине но обходила все комбине вокруг школы мне никто не давал согласия как-то не получалось и потом я скачала множество всяких приложений для телефона по поиску работы уже не помню как они все назывались и в одном из них мне позвонили то есть я заполняла анкету на определенные работы именно в дон кихоте нашла хорошую вакансию дон кихоте мне туда позвонили с этого видимо приложение какой-то у них офис и назначили собеседование я собеседование это была веселая история как я проходил два собеседования в день я дважды попала не туда дважды пришла не туда я ошиблась и в итоге я работаю в том дон кихоте куда я не должна была приходить вообще ты уже давно японии как вы пережила землетрясение это было потрясающе землетрясение я желаю вам всем пережить потрясающее землетрясение в японии нигде больше в мире не надо только в японии потому что это безопасно это было в кумамото в шестнадцатом году все было ровненько гладко вечер сидим начну в гримёрке там девочка уже выступает последний шоу и я сижу разговариваю на меня начинается кино просто вот так вот все начинает ходить вокруг я сижу мнение не спокойно все вокруг меня кино уходят стены начинается виск бой посуды девчонки падают на пол начинают падать коробки какие-то со шкафов что происходит думаю я первая мысль которая у меня возникла боже какой-то шутник приехал к нашему дому на тракторе начинает его трактором шатать это вот я сижу и думаю все это ну это же япония не россия не может быть тут таких чудаков мне не землетрясение то что внуки еще же не повозили по сене же проверила до этого не бывает там нет все-таки землетрясение так что надо делать призем тряси надо закрывать голову спасать голову а если же на стуле одной рукой держу компьютер что он со стола не свалился так надо на защищать голову смотрю передо мной стул взяла этот стул напяли себе на голову сижу на стуле со стулом на голове локтем держу компьютер чтобы не упал и думаю наверное я очень смешно смотрю со стороны со стулом на голове если это еще подумать успел за этим 20 с небольшим секунд надо мной нет ни шкафов ни коробок не у ничего что могло бы упасть на меня на голову и вот когда я подумала что я смешно смотрюсь и потом у меня мгновенно такая мысль была совсем короче когда ну вот умру я молодой и красивой думаю сейчас дом домик сложится и так и не познаю жизнь первая тряска закончилась мы все побегали на улицу кто 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 в чем был в костюмах на каблуках в общем весело было девчонки все сразу в панику просто рыдать звонить родителями грубо что говорю не звоните родителям они вам ничего не помогут буду только их расстроить и все живы здоровы ни у кого ничего дом не рухнул все прекрасно не надо пугать в итоге первую ночь мы провели на улице наши руководители нашего клуба особой заботы про нас не высказали только позвонили сказали а вы где мы там то ну хорошо все все в порядке да ну будьте возвращаться типа осторожней все можем и сутки наверное не видели наших клубных руководителей и всю дорогу нам помогали японцы кстати говоря которые приходили к нам в клуб они нам привезли еды одеял даже аккумулятор чтобы зарядить мобильные телефоны один из наших постоянных гостей вообще все время с нами тусовался то есть у нас вообще не оставлял одних у меня только самые теплые ощущения остались после их помощи то что клуб нас вообще бросил про фактически на следующий на следующее утро мы вернулись в наш манчон но он не сильно пострадал только что воду отключили все начали запаковывать свои вещи я тоже начала упаковывать чемодан что не было неизвестно составят домой отправить что вообще как и мы перебрались в школу ближайшая школа это как всегда при всяких землетрясениях бывает все переселяются в школу в спортивный зал это такое безопасное место для всех кормят поэт оказывает помощь сказать что все на следующий день еще почта работала все поехали на работу то есть вообще никакой паники ничего не было и вот неделю две недели даже получается я жила в школе в этой то есть я при периодически приходила домой но жила в школе девчонки все уехали уже через три-четыре дня уже все вернулись домой осталась я одна в итоге мне тоже хотели спроводить домой сказали ты так одна тебе не грустно может быть ты вернешься домой принята спасибо я останусь очень вы услышали историю еще одного иммигранта в японию как бы она не думаю как по кому так покажется полезной и может что-то возьмется что-то для себя какую-то в этом информацию но на этом история этой мигрантки не заканчивается она в следующем видео с вами поделится как она устраивалась на работу и не просто там куда-то а в дунки ход и поделиться с нами какими-то там приятными плюшками а какими ждем смотрим а Субтитры создавал DimaTorzok